добрый вечер с миром все это дело сделаем так вы говорили вроде 8 часов хотели нет 18 18 а я настроился попозже мне все равно так надо бы крикнуть этого чтоб пришел ну ладно я слушаю до события трагичная на этой неделе ну точнее вот два-три дня назад и продолжается поступать данные в иркутске отправились вот этой настойкой средствам для ванн боярышникам свыше ста человек по моему там уже свыше 60 умерли либо тут там данные меняются постоянно то есть ситуация достаточно критично и почему в нашей стране такая проблема с летальными исходами отравления от различных алкогольных и псевдо алкогольных вот таких вот напитков и тому подобное почему других странах и даже регионов нашей страны скажем восточных азиатских такой ситуации нет почему у них это самом их самой книге когда них священные написано об этом они считают что любой алкоголь это кровь шайтана беса демона все поставили это как всегда под нож и все говорят суровые какие-то законы я слышал разговор этот когда вели спрашивают ну ладно у нас суровый закон да мы действительно как у нас была замешана гор 5 человек 5 человек на страну за 10 лет мы их казнили сразу но у нас ни одной аварии с пьяными на дороге нету зачаток в пьяном виде нету разводу по пьянке драк убийств нету а у вас сколько те стали говорить когда цифры все ужаснулись сегодня только я выслушал говорит они щенка там беседует соловьёпы 20 миллиона полкозависимых миллионов на сто сорок восемь кажется миллиона так тут перебрать то еще и горит в разы надо увеличивать ну и что спрашивать говорят о совершенно не о том где продавать как продавать что пить нет будут пить будут нюхать бензиновой парами будут травиться этого не будет коноплю изя будут рвать причина это только ведь в одном что человек сегодня объявил свой разум враждебным ненужным и и все это делается для того чтобы лишить себя разума назначение градусов сколько градусов зависит от того как быстро умеет разум кастрировать отнять убрать и поэтому мы должны это смотреть со стороны государственной и божественной по божественному творение бог это сотворил человека по образу подобия своему не пьяным это определенно дальше бог высказал законы пьяницы старше божие не наследуют если сын мод и пьяница что ему выведите родители выведут его к старейшим и следует его этот день даже убить законы были непохвальные об этом много прищах соломона говорится у меня есть материал один но мне видишь как тут не хватает и никита мог бы посчитать стоит вот здесь рядом на на практике и считай придется высушить из книги к истину православия важный материал у меня здесь есть вот о пьянстве сейчас я сделаю это дело минутку о пьянстве где-то тут вино что здесь такое а вот нашел а вот почитай немножко это никита будет читать так из книги к истину православию игнатий лапкин страница 152 номер первый избави господи от пьянства . трудно найти предмет столь часто и столь различно трактуемый даже одной и той же властью у которой всегда находится до произлиха апологетов и противников говорю о вине и о последствиях от него вводили сухой закон значит при продаже вин мокрый закон грех делался еще более желаний как в тунисе в саудовской аравии где алкогольные напитки называют шайтане бесовской кровью советские послы вспоминают как сыновья шейхов выпивали у них за зашторенными окнами с героической дрожью во всем теле зная что им за эту радость с черного хода грозит обезглавливание газеты писали о голландском капитане при входе в порт джигда не опечатавшим судовой буфет с вином и зато поплатившимся высадкой на берег тюрьмой и как английский инженер работающий по найму на дому там изготовил что-то с градусами и суд определил ему два с половиной года тюрьмы несколько тысяч фунтов стерлингов штрафа и через каждые полгода на площади по 40 ударов палкой думаю что не всем сегодня известно отношение книг книги книг библии автор который сам бог к вину пьянству так книга серах при мудрости серахова 19 1 2 работник склонный к пьянству придет в упадок вино и женщины развратят разумных гниль и черви наследуют его все вместе взятые школы и обучение профессии не успевая делать того что делает вино дисквалифицируя дела делая нищим вино испытывает сердца гордых пьянством против вина не показывая себя храбрым ибо многих погубило вино вино полезно для жизни если будешь пить его умеренно горесть для души вино когда пьют его много при раздражении и ссоре излишне потребление вина увеличивать ярость неразумного до преткновения умоляя крепость его и причине раны серахов 31 стихи 29 по 35 как правило у проповедующих винопитие вино и женщины идут в одной упряжке серахова 26 10 большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама отнюдь не сиди за вином с женой замужней и не оставайся с ней на перу за вином чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель серахов 9 глава 10 11 стихи вино и женщины развратят разумных а связывающиеся с блудницами сделается еще наглее серахов 19 2 кавычках дети голубого воскресенья как говорят немцы наполняют дома умолешенных в римской империи государственный закон под страхом смерти запрещал молодоженам до 30-летнего возраста употребление вина в житиях святых 5 мая ирина читаем как дьявол кричал я друг пьяниц ей в тихий 6 апреля исцелил прокаженного и дал наказ не пить вина и будешь здоров когда заговоришь о вреде пьянства то знатоки в кавычках писания не прочитавшие даже строчки из библии непременно скажут но ведь и сам христос воду превратил вино на свадьбе но мало кто знает что святой епифаний имел дар превращать и вино в воду вот нам что необходимо это сказать надо хотя бы один раз то почему священники про это не говорят а знаю только ванифатию запился ванифатию и если по церковным традициям сами пьяницы и родные их измучившиеся с ними просят своих молитвах обычно к святому ванифатию имеющему дар от бога после своей смерти помогать запойцам освободиться от их беды то к святому епифанию нужно бы молиться о превращении винных рек в алкогольных берегах в обыкновенную воду любую покупку человек таит неся домой но если даже самый бедный в россии купит любую кавычках червивку сучок он его несет как дитя из роддома на показ знай какой кондрат богатый все это у меня есть не помирать не надо мечта же номенклатура не только иметь свой гарем но и преисполниться дорогим вином премудрость 27 пиршествовать каждый день блистательно лука 16 глава некогда молодой и безмерно богатый премудрый царь соломон решил познать истинные радости жизни на практике экклесиастра глава вздумал я в сердце моем услаждать вином тело моё и вот это суета и томление духа апостол павел предупреждает всех любителей бахуса и не упивайтесь вином от которого бывает распутство в нем же есть блуд ефесянам 5 18 зная губительное действие пьянство церковь на уровне соборов запретила священнослужителям даже входить в корчму корчму апостольское право 54 если кто из клира будет замечен в том что ест в корчме да отлучится кроме случая когда на пути по нужде гостиницы отдыхают и только по великой нужде в пути для ночевки дозволяется войти туда а преданных вину священнослужителей должно извергать и сана и мирян и низшей клирики да будут отлучены от церкви ежели не пристанут от сего апостольское правило 42 43 вот это прочитал верху да ветхом израиле был закон по которому непокорных детей следовало наказать приведя к судилище сказав всей сын наш буин и непокорен не слушает слов наших мод и пьяница тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби злой среды себя и все израильтяне услышат и убоятся второзаконие 21 глава 20 и 21 стихи скажут жестокий век жестокие нравы просто они не умели пить культурно но вот что говорят святые отцы об этом кавычки открыты если выпьет много вина она становится подобным мучителю ворвавшемуся в крепость который с высоты ее производит в душе не умолкающие мятежи не отказывая себе ни в каком беззаконном требовании но прежде всего поработив рассудок смешивает и приводит в расстройство весь сознательный строй жизни голос делает громким возбуждает непристойный смех опрометчивый гнев необузданное вожделение нистовую бешеную страсть ко всякому беззаконному удовольствию пьянство начало безбожие ибо оно омрачает разум которым обыкновенно наиболее познается бог пьянство не дает место господу пьянство отгоняет святого духа в душу оскверненный пьянством не войдут пост и молитва пьянство мать порока противление добродетели оно делает мужественного робким целомудренного похотливым не знает правды отнимает благоразумие пьянство это добровольно накликаемый без через сластолюбие вторгающийся в душу василий великий понимаете одну только вот это бы вывешали в каждом храме считали бы уже какой-то результат был бы пьянство корень всех зол кто проводит время в пьянстве разгуле и объедении тот подпал жестокой власти дьявола пьяница живой мертвец пьянство это падение лишение оправдания общий позор нашего рода главное зло пьянство в том что она делает для пьяницы недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ так что вместе с позором на земле страждущих этим недугом и на небе ожидает тягчайшее наказание пьянство происходит не от вина и вино создано богом но порочная воля производит пьянство я златоуст ежели кто не пьет из-за священного чина из духовенства или миряне не ради воздержания огнушаясь тот да извержится из своего чина и из церкви апостольская пятьдесят первое пятьдесят третье правило вино надвое растворено умному на веселье дураку на погибель хотя вино как лекарство положено по церковному и монашескому уставу воскресные субботние дни иногда и великий пост но христовые подвижники не только не зло употребляли такой возможностью но и воды не пили до сыта винопитие первое праведным ноем привело к тому что весь африканский континент до ныне пребывает в рабстве бытие 9 глава пробудитесь пьяницы и плачьте и рыдайте все пьющее вино и ваиль 1 5 пьяницы царствие божие не наследует 1 коринфянам 5 11 вот что одно должно бы выбить из рук пьющих чашу с вином часть 2 пьяные бывают хуже бесноватого все мы жалеем бесноватого а на пьяницу негодуем и гневаемся почему потому что у того болезнь от дьявольской напасти а у этого от беспечности у того от козни врагов у этого от козней собственных помыслов пьянство несчастье над которым смеются болезнь над которой издевается произвольное беснование которое хуже умопомешательства пьяница неприятен для друзей смешон для врагов презираем подчиненными отвратителен для жены не сносим для всех особенно же тяжело то что пьянство полное стольких зол и порождающие столько несчастье даже не считается у многих виной пьяный более жалок чем мертвый мертвый бесчувственен и не может делать ни добра ни зла а пьяный способен делать зло и зарыв душу как в могиле в плоти зла умерщвлять свое тело даже и удовольствием не может воспользоваться пьяница потому что удовольствие в умеренности а в неумеренности бесчувственность пьянство всегда зло но особенно в святые праздники здесь вместе с грехом есть и величайшее оскорбление и унижение божественных вещей за это может быть и двойное наказание пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания наполняя душу болезнями смятением исполняя ум раком делала пьяного пленником подвергая бесчисленным болезням внутренним и внешним пьянство это многообразный и многоглавый зверь здесь вырастает у него блуд там гнев здесь тупость ума и сердца а там постыдная любовь пьяница не может видеть царствие небесного и что я говорю царствие пьяница не видит и настоящих предметов пьянство превращает дни в ночи свет во тьму пьяный глядя во все глаза не видит и того что у него под ногами храм божий это те в ком обитает дух божий храмом идолов и дьявола являются те которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием христос хочет обитать у тебя а ты попираешь его объедением и пьянством иван златоуст пьянство приводит тому что люди валяются в грязи как свиньи в болоте делая человека скотом пьяный человек способен на всякое зло идет на всякие соблазны тот же кто так его угостил становится участником и всех его беззаконий поэтому кто открывает дорогу гибели тот и этой гибели бывает виновен тихон задонский дьявол ничего так не любит как роскошь и пьянство поскольку никто так не исполняет его воли как пьяница златоуст по толкованию священного писания святыми отцами находим что вино означает строгость обличение наказание вино употреблялось как лекарство первого тимофея 5 23 впредь не пей одну воду но употребляй немного вина ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов у пьяного все идет вверх вверх вверхом ртом и низом и а златоуст вот описание состояния пьяницы как будто не три тысячи лет позади а современный вытрезвитель видим горе тем которые с раннего утра ищут секеры водки и до позднего вечера разгорячает себя вином исайя 5 11 у кого вой у кого стон у кого ссоры у кого горе у кого раны без причины у кого багровые глаза у тех которые долго сидят за вином которые приходят отыскивать вина приправленного на стойке коньяка не смотри на вино как оно краснеет как оно искрится в чаше как ухаживается ровно впоследствии как змея на укусит и ужалит как аспит глаза твои будут смотреть на чужих жен и сердце твое заговорит развратное и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты и скажешь били меня мне не больно не было бы не было больно толкали меня я не чувствовал когда проснусь опять буду искать того же притчи 23 глава 29 35 стихи алкозависимость таком положении свыше 70 процентов населения бывшего союза привыкшие пить вино отвыкают думать теряет смысл жизни прячется за винные пары смотрит на мир одним глазом через горлышко бутылки отравить разум отключиться не думать не знать что готовит тебя пуст опостылившая жизнь здесь вино выступает как палач завязывающий глаза выносящий приговор отсекающий голову разум вино говорит мудрец делает были без нового ходящим слепого зря чем нищего богатым доказательства своих слов посадили за стол слепого хромого и нищего и напоили их слепой говорит какое прекрасное это красное вино без ноги замолчи а то как ударю ногой все ребра переломаю нищий убей его я за него заплачу небольшой материал чтобы показать если вы что-то знали то уже было бы немного по-другому вот сейчас забеспокоились такие это люди там отравились так вы же насаждали безбожие у власти остались коммунисты надо дальше всегда смотреть ну почему в германии допустим если они были участники каких-то событий или даже коммунистические режимы отошли в польше везде приняли закон там 20 лет чтобы они не занимали руководящей должности а у нас краевой администрации под 80 процентов бывшие коммунисты и еще спрашивать если конечно ну совесть то есть так мы даже как-то найти выход а где заменить это все вне закона поставить вино совершенно но церкви православной положено вот это сказали строго сражаешь и там капли для причастия вот и все это уже никак нельзя по ломута но уже выправить это невозможно это идет искусственное истребление народа я говорю за это время вот сейчас ну данные такие с 91 года со дня перестройки абортов сделано 120 миллионов это государство а страна пустеет это каждый день 18 20 тысяч абортов каждый день и об этом не говорят а теперь затрубили там 70 человек так вы не сказали что молодежи 40000 умерло за это время а то они щенка ли кто там озвучил сегодня я послушал дети то буквально чуть не спеленок начинает уже накачиваться мать или молоко сосу а мать то пьет и алкоголь попадает в них заговорили не об этом заговорить нужно о том что человек творение божие тело наше храм и храм нужно сохранять для бога и в этом храме не водка должна быть господь говорит я и отец придем и обитель у него сотворим если с этой позиции подходить то кто мы такие если это мы не научились вот говорят ну потому что вот водку там продают они одни говорят надо ее дешево продавать чтобы паленку не как-то сбить цену то паленка то 4 раза дешевле продается а другие наоборот давайте богаче больше брать денег государство богатеть должно я знаю этот разговор я был можно сказать близко знаком с директором ликера водочного комбината здесь хороший человек сам и в прихожей я у него сидел ну прихожая это где секретари сидят и там у него я насчитал 86 похвальный грамот в рамках ну и как-то пришли предприехал он со мной сюда у меня во дворе мы ходили и гуляли и я ему говорю вот вы отправляете народ он когда вы что я наполняю казну городской администрации баварину я говорю ты наполняешь морг и кладбище ты бы торговал лучше водой я когда вернулся домой то его уже на этой работе нету его поставили начальником водоканала но он до того удивлялся как вы могли знать что меня на воду переведут то там но теперь его горный алтай перевели ми вице-мэр этой маленькой республики которую провозгласили с вином бороться я сказал сегодня об этом говорил проведите эксперимент ну один регион возьмите везде но может отдельно какие-то законы не противоречие главному закону российской федерации вести как рамзан кадыров можно выпускают если вы не можете поставьте хороших из этих мусульманских республик которые у нас здесь стране что настоящие нетрезвенники и чтобы они по своему закону здесь но как-то я не знаю как но это можно сделать там не убивать ничего но можно что-то сделать собрать их вместе там мама натуреева призвать рамзана кадырова известных таких людей и порассуждать как это сделать полный абсолютный запрет если где-то изготавливать полной конфискации 20 лет тюрьмы или в гулак его работает новый какой-то беломор канал строить можно сбить эту волну андропов пытался но ему время мало было отпущено но эти смотри что делали взяли виноградники все порубили как будто никто виноград и есть у нас же все как-то боком выходит как говорили как хотели как лучше получилось как всегда но главное это молитва чтение слова божия рождение людей свыше вот заботятся что с такого-то времени по такое-то столько-то выпили вот этой отравы боярышника я спрашиваю а сколько за это время которое сегодня но везде буквально трясут погибло ну ладно может не знает они ягру за сто лет свидетелей и голы ни одного а представители адвентистов седьмого дня ни одного но еще доказывать то даже они еретики сектанты и они берегут свой народ я просчитал в америке самый долгожитель адвентистов седьмого дня и никуда не мало на восемь лет дольше живут бабки все ходят там в разные клубы спортивные пищу они никакую свинину не едят растительная пища у них но это важно никакой прослойки жира нету а это все как раз наращивать для больного бляшки разные артериях и где там они вот сегодня если бы ну пожелали это узнать пригласили ли как-то в первую очередь сказать вы верите что суд божий будет и вот как мы считали святых вы упускаете люди пьют но ты отвечать будешь за все что они сделали что натворил зачем бы об этом святые отцы говорили ты так понятно ты его вооружил как салабьев как почему не признать то что вино продают и проще как террористические акты я прослушал сегодня очень много выступление это и увидел толкутся в другой стороне и все лукавят до конца никто не договаривает вот это прекратить может в течение одного дня сейчас такие средства по телевидению все бросить по домам пустить когда перепись делают люди же шли всем вручить и расписать ты знаешь что за это будет ввести самые жесткие меры спасти будущее поколение но намерение видно у правительства у думы этого нет они советуют на каком расстоянии от учебного заведения этот шинок сделать как будто туда нельзя добежать до 18 лет не продавать но он вышел на улицу любой тетки да и все или десятку лишнюю да она тебе купит сколько хочет суббота воскресенье продавать до пятницу может купить вагон домой привезти если ограничений то нет и поэтому главный упор сделать на то что пьяницы царствие божие не наследует остальное что мало живут они насколько меньше что рождается дурное потомство эта разница никакой не имеет значения главное то что человек теряет связь с богом делается ему противным и ему грозит мука вечный огонь огонь дьявол их называет своими мы считали что говорит дьявол и рине эти люди были с ним а теперь от него отошли как он реагирует на это вот когда бывает человеку веруют в бога еще раньше было да лучше бы ты пил гулял да запился чем ты пошел какие-то фанатика такой люди считают это лучше мне у нас рождение обмыть строить дом начал заложить бутылку туда выпивать надо гости пришли выпивать заболел кто-то лечиться вином умер выпивки а почему ну так положено мы сделали все как положено и выпивка была и помянули его помянули а ему мертвому как раз это вот и не надо ему нужно другое если что щедрая милостыня как златоус говорит пятом томе толкуя деяния апостолов и молитва да все бы если день то ночь говорили почему мусульмане сумели это сделать они вели закон написали в священной своей книге и разговор другой вообще нету совершенно нету а если есть если есть он повинен он знает абортов ни одного нету саудовской аравии ни одного что смертная казнь да кто на это пойдет смертная казнь той которая сделала и кто помогал ей вообще даже нету если не сообщила тоже это грозит можно это сделать но видно что не желают нам выгодно продавать дешево много денег получает за эти деньги горы трупов а кому это выгодно безбожнику сатане в первую очередь сатане вот роспотребнадзор а почему они тут не не вникают они бы сейчас везде сказали мы поняли для чтобы нация была здоровой для здоровья необходимо прекратить всякую продажу сурово наказывать за применение других каких-то мази там вот это какие-то лосьоны разные покупают на тиране а нам вывод для верующих никаких на тиране не делал ничего в рот не бери оттуда бывает одна капля достаточно чтобы ты сгорел поставь правило такой никогда не допускать и она увидишь как тебе самому станет легче надейся на бога начиная поститься после молитвы а где пьянца нет поста а какой там поста где пьянца там разврат сердце твое заговорит развратное если бы сегодня люди это вот слышали о чем мы сейчас рассуждаем то вы думаете нас многие поддержат я не знаю но где люди замучились вот в районе когда прочитали в районной газете про нашу потеряевку и что написано не рассчитывается бутылкой там наш устав деревенский нам рассказать баба горит некоторые прослезились да неужели есть такие люди которые совсем не пьют и мы говорим да мы знаем как тут один корреспондент с нашего района говорит но я не пью не курю примите меня потеряевку я говорю а борода я не буду брить а с матерками добавлюсь без этого я грунтам можно будет поговорить тогда хороший корреспондент я сколько лет ты печатаешь а нас что-то и ни разу не солгал это вообще находка и поэтому надо понимать что я пьянистам говорю тебе нравится когда от тебя все шарахается идешь а я никого не вижу ну хорошо что ты мотаешься из стороны в сторону пьяный ты это знаешь ну да вот видишь ягод упала в рукомойник ударился и ну хорошо так тебе следующий раз опять надо выпивать так ты сделай операцию что-то мошенщик подрезали тебе чтоб все время тебя шатала и нет он на это не идет а почему не идешь если тебе уже борьба началась доход с похотью боролись некоторые допускали оскопление себя но скопи мозги то свои от этого никто не пострадает если по большому счету и все сейчас запьются то очень крепко верующие они останутся они освободят пространство и здесь будут жить люди которые не верующие вино которое выпускает продают это люди желающие истребить россию с лица земли с географической карты на них нужно смотреть как на самых неисправимых террористов в другие страны где-то бомбят которых еще здесь а дома ежедневно убивает 18 тысяч 20 тысяч и не бомбят ничего а сколько погибает от этого от алкоголя так это даже сказать сегодня нельзя статистика все скрывает и когда я назвал цифры которые в милиции узнал а мне ответили там же в разы уме надо увеличивать мы знаем те которые пришли зарегистрировались да еще скрывать пытаются а кто туда пойдет уколоть будут сейчас говорят что раньше зашивали кодировали там торпеду это вредно вот я сегодня пересчитал все такие рецепты в разных местах и говорят это не вот легко только совсем немного надо в конце начинает лекарство которое нужно туда добавлять в питье то есть реклама опять же идет реклама они делают зависимость от лекарства вот обычно человек бросает курить ему с собой ну табакерка из положили динцы сунулся за приврос и леденец пососал у верующих не так ты должен портсигар выбросить бритву выкинуть я вот сегодня мы получил материал чтобы аптесты о вине это не вине а бороде говорят до того удивительно у них начинает говорить что это вопреки слова божия вопреки традиции это подражание женщинам здравая статья довольно я могу вам ее скинуть да потому что из противного лагеря как говорят тоже самое то это чего-то стоит а про меня чего говорить вот они и у меня скорби никакой об этом нету вот такие то были здесь говорят семеро сразу передозировка и не умерли да нету нам как говорят на уши все ставлю их нету все затихло вокруг нету они чем раньше уходят тем лучше если с позиции мирского человека рассуждают люди так я не могу говорить так потому что это живые души они могли бы обратиться к богу но доступа до них никакого нет а зачем вот некоторые сектанты начинают их кормить бесплатно кормят они напьются день есть а потом идут там столуются как шариков говорил это ничего не дает ему не надо ничего давать он здоровый крепкий должен заработать как китай расстреливают и родственникам присылают чек чтобы заплатили за цену пули патрона а если патрона нету его не расстреливать недели две чтобы в тюрьме поработал заработал на патрон не делать они в патроне но это как раз и говорит что во первых мы не хотим на тебя тратить сапоганец на второе это все таки пробивает чувства родных не передачку принесли а пулю ему принесли сами родственники выкупили но если они не будут это наложили принесешь там уже написали а я не буду платить будешь платить это пока тебя не трогали ты еще можешь разглагольствовать а когда возьмут по размажут и поэтому вот арестовывает когда я сидел с наркоманами с пьяницами в одной камере он не может минуты без а то быть арестовали все кончилось ломка идет пройдет проходит какое-то время вообще ничего нету я горятяне тебя до нужны даже никакой нету все его не били еще пока он не отвечает за безобразие что он воровал в пьяном виде это все впереди но он уже трезвый трезвый до родные пытается как-то переслать что-то там салфан заложить во что-то то есть чтобы он только не вышел оттуда трезвым мне приходилось с пьяницами встречать осень очень и очень близко я им даю рецепт один для пьяниц город новосибирск профессор пилипенко портка терапия у меня материал этот выставлен у него какие розги там все сфотографировано стоит это говорит еще где-то с 15 века в германии было там княжеская особо были их детей пороли и один пишет потерял всякую работу директор был запился жена ушла но потом услышал про этого профессора а он крепкий мужик но у них это новинка была они как мы не знали о том что если мужчину порить женщину то эффект больший а женщину что порол мужчина и вот они лежат которые и порят их многие год плачет но не подумайте о наших людях мужественных что от боли нет они плачут о потерянном времени и вот когда их дерут он говорит мне показалось меня черная полоса сползает и вот что вернулся на свою работу восстановилась семья пришла жена поркотерапия я признаю только одно лекарство это обратиться к богу ну и тебе не потребуется это на другой это поркотерапия город новосибирск профессор пилипенко его зарядив в интернете сразу найдешь аргументы и факты много писали о нем центральная газета миллионным тиражом у меня брат этим баловался теперь нету помер я грудь и поедешь туда да надо с огорода убрать с огорода убрать я говорю к нам приехал епископ а с ним приехал казак с нагайкой а казаки хорошо лечат я бы давай договоримся я с ними поговорю он бесплатно это сделает а там вычисляют только за просто не из-за розги а розги какие-то у них особые где выбирают они какой толщины какой длины сколько но почему-то не по 40 а по 60 розык видимо они не считали библию так что мы можем конкретный вклад в оздоровление наше общество сделать направляя ко христу их пилипенко еще вопросы маке киев да нет и гадит и походу на ответили и права и ставку их отношению и как он предложил сухой законы так то в общем то вашем ответе мы предусмотрели ибо и возможный последующий мы все-то на с богом слава божию хороший человек юрий богатые знаниями смирением и вот вышел который раз уже выходит и всегда прекрасная беседа такая спасибо господи я его никак не могу дождаться когда он к нам в гости приедет насладиться свободой здесь все пока